Проект лабутнанских молодогвардейцев «Политический трамплин» набирает обороты. Молодые активные жители города, решившие принять участие в проекте, сделали первый шаг. Написали эссе на тему «Дорогу молодым». Впереди у начинающих политиков ряд обучающих мероприятий и тестов, которые позволят оценить свои силы и возможности как потенциальных депутатов. На платформе «Решай» и портала «Живем на севере» стартовал опрос «Политический трамплин». Жителям Семилиственниц предложено выбрать наиболее актуальные и емкие из 28 тезисов о роли молодежи в современном мире, изложенных в эссе. Первый этап проекта длился с 1 по 23 декабря. За это время около трех десятков человек решили на себе испытать действия политического трамплина. Они не только заполнили анкету, но и писали эссе. Закончился этап движения. Подано 30 заявок, две из них откладены. Участниками политического трамплина стали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет из разной сферы деятельности, образования, культуры и спорта. Уже стартовал второй этап проекта «Народный выбор». Он будет проведен в формате голосования на интернет-ресурсе «Живем на севере», участие в котором могут принять все горожане. Жители города должны отдать предпочтение той или иной мысли, которую отразили наши участники в эссе «Дорогу молодым». Вот вчера эти уже мысли были все опубликованы на информационном ресурсе «Живем на севере», такие тезисные. Сегодня есть возможность всем жителям города Лабутнанке их прочитать, выбрать наиболее понравившиеся мысли и отдать свой голос. Голосование на сайте уже началось. Только за первую половину дня участие приняло более 500 человек. Жители голосуют не за кандидата, а за тезис, который он представил. Итоги подведут 15 января. Результат поможет определить образовательную программу для участников, которая станет третьим этапом проекта. Тимур Чешков, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». Программа «Время местное»